Добрый день, уважаемые коллеги! Надеюсь, вы меня хорошо видите и слышите. Просьба написать тогда в комментарии, как видно и как слышно. Появились первые плюсики. Итак, начинаем. Сегодня мы продолжаем серию вебинаров для начинающих работать с линией ОМК English 2.11 и тема нашего вебинара «Особенности обучения чтению ОМК English 2». В связи с тем, что в книге для учителя приводятся более подробные сценарии, приводятся подробные сценарии уроков и методические рекомендации по коммуникативной технологии выполнения всех видов работ, мы сочли возможным ограничиться более детальным описанием лишь самых специфических для раннего обучения видов работ, а именно сегодня будем говорить о взаимосвязанном формировании в произносительных навыках и навыках чтения по транскрипции. Этот вид работы основан на принципе комплексности. Принцип комплексности чрезвычай важен для обладения речевым материалом на начальной ступени, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, согласно концепции Ефима Зряича Пасова, комплексность способствует более прочному усвоению любого речевого материала, так как обеспечивает всестороннее формирование речевого механизма. Слушая, ученик запоминает речевой образ слова, читая, ученик видит слово и снова произносит его, а читает слух еще и слышит, записывая, в очередной раз произносит при себя это слово, без чего невозможна запись, слышит внутренним слухом и затем видит слово. Порядок видов деятельности может быть любым, главное, чтобы ученик совершал их. И, во-вторых, комплексность позволяет полнее осуществить принцип индивидуализации и заложить технологию обучения, доступную и тем учащимся, у которых способности развиты недостаточно хорошо. Но это может быть за счет более развитых способностей или за счет различных опор. Например, недостаточный объем оперативной слуховой памяти компенсируется успешной работой зрительного и моторно-графического анализаторов. Обучение начинается с обучения чтению имеет ряд преимуществ. В ОМК English 2 ведущим видом речевой деятельности является чтение. При этом весь процесс обучения чтению происходит в взаимосвязи с другими видами речевой деятельности в условиях решения речемыслительных задач, и этот процесс включен в общий контекст общения. Итак, подход, при котором обучение начинается с обучения чтению, имеет ряд преимуществ. Во-первых, обучение чтению с первых уроков позволяет сразу же реализовать социокультурный, познавательный аспект анноязычной культуры. Для учащихся, уже умеющих читать на родном языке и на собственном опыте убедившихся, что без этого невозможно обучение, овладение чтением на иностранном языке с первого урока представляется совершенно естественным. Овладение чтением, даже на английском языке, процесс более легкий, чем овладение говорением. Стоит ли искусственно создавать дополнительные трудности? В-четвертых, учащихся, научившихся читать на иностранном языке, гораздо легче научить общению. Чтение здесь может быть использовано как средство создания содержательной основы для диалога культур. Обычно каждый урок у нас начинается со знакомства учащихся с каким-либо фактом англоязычных стран, через чтение, а заканчивается коротким высказыванием учащихся о корреспондирующих элементах родной культуры. То есть стратегия от чтения к говорению помогает реализовать стратегию от чужой культуры к родной культуре. Следующее преимущество, что чтение опирается на зрительное восприятие языковых единиц, при котором установление ассоциации языковая форма значения происходит легче, чем, например, в аудировании. Как вы знаете, в соответствии с ведущим каналом восприятия информации, люди делятся на визуалов, то есть зрительное восприятие, аудиалов, слуховой, есть еще киноэстетики, это люди, воспринимающие реальность через ощущения, и дискрет. Дискрет – это люди, у которых восприятие информации происходит через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логических выводов. По статистике визуал составляет от 80 до 85%, следовательно, подход, при котором обучение начинается с чтения, то есть со зрительного восприятия, является вполне обоснованным. Итак, переходим к целям и задачам обучения чтению в МК «Инглиш-2». Мы рассмотрим чтение вслух, это основная у нас задача, и чтение про себя. Что касается чтения вслух, мы ставим следующие задачи. Это формирование навыков чтения по транскрипции и формирование произносительных навыков, формирование навыков чтения по правилам, мы имеем в виду согласные их сочетания, и развитие техники чтения, то есть чтение предложений по различным интенсационным моделям, расширение поля восприятия и развитие скорости чтения. Что касается чтения при себя, мы ставим следующие задачи. Это развитие умения читать с полным пониманием прочитанного на уровне значений, развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. Здесь мы имеем в виду догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, аналогии с родным языком, контексту, пользоваться словарем, используя знания алфавита и транскрипции. На первом году, как указывалось выше, используется комплексный подход. Тем не менее, в плане обучения в каждом виде речевой деятельности поставлены конкретные задачи. По доминирующей учебной цели выделяются уроки следующих типов. Вы видите на слайде уроки по формированию лексических навыков, грамматических навыков, уроки обобщения, повторения, уроки контроля, творческие проектные уроки. И сегодня мы будем говорить о уроках по формированию навыков чтения по транскрипции и произносительных навыков. Это уроки с 1 в 12. Обучение чтения начинается с овладения системой транскрипционных знаков и формирования навыков чтения по транскрипции. В чем же преимущество этого? Во-первых, как вы знаете, количество транскрипционных знаков ограничено, их всего 44, и с их помощью можно прочитать любое английское слово. Затем, что касается ударения, в английском языке оно отмечается также в словарях, именно в транскрипции. Чтение по транскрипции помогает запоминать графический образ слова, так как действует зрительная, а не слуховая память. Процесс овладения речедвигательным образом слова ускоряется, в связи с чем обучающийся чувствует свой успех, и у него развивается мотивация успеха. Процесс взаимосвязанного формирования произносительных навыков и навыков чтения по транскрипции проходит в два этапа. Это этап формирования и этап совершенствования. Здесь вы видите выделенные уроки. Это парный урок 3-4 и урок 5, который мы рассмотрим подробно. Каковы же особенности этапа формирования навыков чтения по транскрипции произносительных навыков? Первая особенность заключается в том, что в качестве опоры при формировании навыков чтения по транскрипции используется транслитерация. Транслитерация – это способ аппроксимированной, то есть приблизительной передачи русскими звуками, английских звуков с письменной фиксацией английских звуков средствами графики принимающего языка. Здесь вы видите на слайде фрагмент упражнения из книги для учащегося. Это рубрика «Let's play. Follow the leader». Как только учащиеся слышат первые аккорды песни «Follow the leader» из диснеевского мультфильма «Peter Penn», наступает время поиграть в игру. «Follow the leader» – это «делай, как я» или «следуй за лидером». Учитель исполняет роль лидера, а ученики следуют указаниям, то есть выполняют его команды. В данном случае они показывают транскрипционный знак, повторяют звуки. Со временем уже ученики могут исполнять роль лидера. Использование транслитерации также позволяет существенно облегчить процесс формирования произносительных навыков и навыков чтения по транскрипции. То есть здесь мы видим опору. Опору у нас на знание родного языка. Значительно сократить процесс осознания особенностей артикуляции английских звуков, описание которых дается в сравнении с артикуляцией звуков русского языка. Компенсировать недостаточные способности у учащихся. Это может быть слабо развитый фонематический слух у кого-то, память, способность к слуховой дифференциации. Затем сократить время на установление и запоминание связи между графемой и транскрипционным знаком. И облегчить работу над формированием навыков чтения самостоятельно дома. Вторая особенность этапа формирования навыков – это деление звуков на три типологических типа. Согласно теории Грузинской и Колосова, их артикуляторному подходу выделяются три основные типологические группы фонем. Это совпадающие в обоих языках, частично совпадающие и несовпадающие. Как вы видите на этом слайде, у нас это первая группа – звуки близнецы «но», вторая – Федонда не тот, и третья – с ними надо подружиться. То есть звуки, аналогов которых нет в русском языке. На этом слайде вы видите таблицу соответствий английских и русских звуков. Она находится и в книге для учащихся, то есть в учебнике, и в рабочей тетради. В данном случае она взята из книги для учащихся из первой части. Здесь вы видите подробное объяснение артикуляции простыми, понятными детям словами, как произносится зву. Итак, рассмотрим особенности этапа формирования навыков чтения по транскрипции произносительных навыков на уроках. Урок – это парный урок, третий, четвертый. Как вы видите, тут выделены у нас цели, в данном случае предметные результаты. Это касается учебного аспекта. И мы будем говорить о формировании произносительных навыков, навыков чтения по транскрипции. Что касается языкового материала, вы видите здесь, жирным выделен фонетический, то есть те звуки и транскрипционные знаки, которым мы посвящаем внимание на этом уроке. Вводится. Этап формирования играет особенно важную роль и состоит из определенных стадий. Чтобы правильно понять технологию работы, нужно иметь четкое представление о том, что происходит на каждой стадии. Описание стадий и их последовательность представлены в таблице в книге для учителя. Хочу обратить ваше внимание, что комплекс упражнений первого этапа направлен на формирование навыков чтения, то есть озвучивания, в основном отдельных транскрипционных знаков и формирование слухомоторных образов конкретных произносительных действий. В упражнениях первого этапа каждое фонетическое явление и соответствующий ему транскрипционный знак проходят определенные стадии овладения ими. Это восприятие, ознакомление, имитация, дифференциация, осмысление, изолированная репродукция и комбинирование, то есть стадия переключения. Также хочу обратить ваше внимание на то, что в книге для учителя приводятся полные комплексы упражнений. Но полный комплекс упражнений мы рекомендуем проходить для усвоения наиболее сложных звуков и транскрипционных знаков. При работе с более легкими звуками и знаками комплекс упражнений может быть использован частично. И в том и в другом случае следует учитывать общий уровень развития способностей учащих. Комплексы упражнений, направленные на взаимосвязанное формирование навыков чтения по транскрипции и произносительных навыков, находятся в рекомендациях книги для учителя. В учебнике и в рабочей тетради этим упражнениям соответствуют рубрики «Follow the leader» с таблицей знаки и звуки, «Fully artist» вы знаете, что в названии рубрики положено название студии, на которой в Диснейленде озвучивают мультфильмы и записывают звуки окружающего мира. И рубрика «Учитесь слушать и слышать». Упражнения под этими рубриками помогают ученикам научиться правильному произношению на английском языке, развивать фонематический слух и способность к имитации и догадке по звуковому образу слова. Упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» учат детей читать слух по транскрипции, знакомить с правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. Итак, рассмотрим первую стадию, первый этап формирования навыков – это восприятие ознакомления. На слайде вы видите страничку из учебника, это третий-четвертый урок, и обучающимся предлагается прочитать имена персонажей, ответить на вопрос, как зовут персонажей, кто из них участвовал в параде. Почему именно имена? Согласно Александре Васильевне Суперанской, это классик российской и советской аномастики или ономатологии науки об именах собственных, собственные имена обычно не переводятся, а заимствуются, и основным средством введения их в принимающий язык служит практическая транскрипция в чистом виде. Итак, вы справа видите пример, это страничка из книги для учителя, рекомендации по проведению этого урока. Хочу еще обратить ваше внимание, что в книге для учителя подробные сценарии урока, то есть расписаны все слова в прямой речи, то, что говорит учитель, возможные ответы учеников. Здесь учащиеся должны прочитать сначала имена на русском языке, затем послушать, как правильно звучат эти имена на английском языке, и ответить на вопрос, как зовут этих персонажей, кто из них участвовал в параде. Парадические рекомендации, повторяю, находятся в книге для учителя. Что же происходит на этой стадии? Учащиеся имеют зрительную опору при восприятии на слух звуков в личных именах, то есть, как вы видите, в поле зрения три строчки. Графический образ слова, транскрипция его, и это же имя на русском языке. Что касается произносительной стороны речи, учащиеся воспринимают на слух звуки в личных именах, которые максимально близки по своему произношению в родном языке, так как в них фонемы английского языка заменяются наиболее близкими к ним панемами русского языка. Далее. Учащихся происходит зрительное восприятие отдельных транскрипционных знаков, соответствующих звуков, воспринимаемых на слух. Вы здесь видите на голубой плашечке, какие звуки здесь мы обращаем внимание на какие звуки. Что касается произносительных навыков, учащиеся воспринимают на слух отдельные звуки, и также им приходит на помощь рубрика «Let's play follow the lead». Они обращаются к таблице «Знаки и звуки». Раздел «The sound symbols» находится в рабочей тетради, содержит разрезной звуковой алфавит. 44 карточки с транскрипционными знаками. Ученики используют эти карточки по мере обладения знаками и звуками. Дома они их вырезают, наклеивают на картон и работают с этими карточками и дома, и в классе. Следующая стадия – имитация. Учащиеся видят транскрипционные знаки звуков, которые они имитируют. То есть они повторяют за диктором или учителем. Сначала каждый учащийся по отдельности, затем хором. Сначала отдельные звуки, шепотом, потом вслух. Также обращаются к рубрике «Let's play follow the lead» и к таблице «Знаки и звуки». Как выполнять упражнение под рубрикой «Знаки и звуки» обучающихся научит памятка номер 2, где говорится о том, что для того, чтобы добиться правильного произношения, следует внимательно слушать каждый звук, обращать внимание на транскрипционный знак соответствующий, повторять звук за диктором, произносить этот звук самостоятельно и слышать звук еще раз и проверять, правильно ли этот звук... Следующая стадия – это у нас дифференциация осмысления. Учащиеся видят транскрипционные знаки при выявлении сходства и различия похожих английских и русских звуков. То есть здесь у нас зрительная дифференциация. Что касается произносительной стороны речи, учащиеся произносят и сравнивают похожие английские и русские звуки и самостоятельно выясняют, в чем они похожи, чем они отличаются. То есть здесь у нас работает слуховая дифференциация, и опять мы обращаемся на уроки к таблице «Знаки и звуки». На этой же стадии учащиеся видят транскрипционные знаки и транслитерацию при объяснении особенностей артикуляции. Знакомятся с особенностями артикуляции английских звуков. Для этого они обращаются к таблице соответствий, о которой мы раньше говорили, таблице соответствий английских и русских звуков, где объясняется артикуляция каждого звука. И учащиеся также затем выполняют упражнения на дифференциацию схожих между собой транскрипционных знаков, а также схожих с английскими и русскими буквами. Что касается произносительной стороны речи, учащиеся выполняют упражнения, направленные на дифференциацию схожих английских звуков. При выполнении упражнений, направленных на слуховую, то есть звуковую дифференциацию схожих английских звуков, особое внимание мы уделяем смыслоразличительной стороне звуков и обращаемся к памятке номер 3, В этой памятке говорится о том, что некоторые слова отличаются только одним звуком, и если вместо одного звука произнести другое, то у нас им может получиться совершенно другое слово. То есть вместо слова «хот» у нас может получиться слово «кэт». При выполнении упражнений на зрительную дифференциацию, учащиеся, актуальность, определяют схожие между собой транскрипционные знаки. Выполнение такого рода заданий способствует устранению возможной зрительной внутриязыковой интерференции. Вот вы здесь видите на голубой плашечке те знаки, которые легко спутать. После сравнения изучаемых знаков обучающиеся должны прийти к выводу о том, какие транскрипционные знаки можно спутать и что эти знаки требуют осуммания. Также при выполнении упражнений на зрительную дифференциацию учащиеся определяют схожие между собой транскрипционные знаки и русские буквы. Ну, во-первых, выявляют, какие знаки похожи на русские буквы. Здесь схожесть графическая и фонетическая. И это способствует более быстрому запоминанию таких знаков. Вот, например, вы видите транскрипционный знак «К» и русская буква «К». Приходят к выводу о том, что транскрипционные знаки графически похожи на русские буквы, но дают разные звуки. Как, например, вы видите транскрипционный знак «П» и русская буква «Р». Они могут вызвать межязыковую интерференцию. Вот пример упражнения на стадии дифференциации осмысления. Это первое упражнение слева мы взяли из рабочей тетради под рубрикой «Учитесь слушать и слышать». Учащиеся рассматривают картинки, слушают и находят пары слов, которые отличаются одним звуком. Справа вы видите пример такого же упражнения из мультимедийного электронного приложения КОМК. Это электронный вариант КОМК English 2, в котором упражнения из учебника рабочей тетради носят интерактивный характер. Забавная мультипликация делает процесс более эффективным и превращает учебный процесс в увлекательную игру. Также хочу обратить ваше внимание, что электронное приложение находится в свободном доступе и ссылка на него скачать можно с нашего сайта, с сайта авторского коллектива. Итак, памятка «Учитесь слушать и слышать». Как выполнять упражнения под этой рубрикой? Сначала необходимо прочитать, озвучить то, что написано. Затем внимательно послушать, соотнести то, что ты читаешь, с тем, что ты слышишь. Во время паузы выполнить задание, например, проставить нужный там номер рядом с картинкой или звуком. И послушать запись еще раз и проверить, правильно ли выполнено задание. Следующая стадия – это стадия изолированной репродукции. Учащиеся озвучивают, можно сказать, читают отдельные транскрипционные знаки. Вот пример из книги для учителя. Учитель говорит о том, что будет произносить звуки, а учащиеся будут показывать соответствующие транскрипционные знаки на карточках, которые дома выразили из приложения в рабочей тетради, принесли на урок. А теперь будет показывать знаки, а учащиеся будут их озвучивать. Кто быстрее и правильнее назовет все звуки? Это стадия изолированной репродукции. Считают знакомые слова и фразы с этими новыми звуками по транскрипции. Это могут быть имена, как вы видите на уроке 3-4, или слова с транскрипцией, которые можно выписать на доску. Вот вы видите эти слова, которые можно написать на доске. Следующая стадия – это стадия комбинирования, это переключение, когда учащиеся читают новый речевой материал, фразы, сверхфразовые единства, короткие тексты. Вот пример задания. В Диснейлэде есть студия «Fauli Artist», на которой озвучивают мультфильмы. Как артисты передают звуки, которые издают животные и предметы, изображенные на картинках. Найдите соответствие. Справа – это вариант упражнения из рабочей тетради. Здесь справа вы видите вариант этого упражнения из электронного приложения. Звукоподражание – звукоподражательные слова. Звукоподражание – ономотопея. Это условное воспроизведение звуков природы, которые издает ветер, дождь, снег, буря. Звуки, которые производятся различными предметами, механизмами машины. И звуки, издаваемые человеком и животным. Звукоподражательные слова – ономотопыя. Слова, между формой и значением которых, существует экстралингвистическая связь. Это же стадия комбинирования переключений. Вы видите пример упражнения из учебника. Это 3-4 уроки. Учащиеся уже здесь читают новый речевой материал. Тут у нас уже фразы, сверхфразовые единства. Что касается этапа совершенствования навыков чтения по транскрипции, произносительных навыков, то у нас чтение по транскрипции уже не цель, а превращается в средство, вспомогательное средство при выполнении упражнений на формирование лексических и грамматических навыков. Вот здесь видите формирование грамматических навыков, глагол «to be», транскрипция выступает в качестве вспомогательного средства. В окнах 18-й вы тоже видите, что учащиеся выполняют упражнения на формирование лексических навыков. Здесь у нас вводится лексика по теме «животное». И 21-й урок вы видите здесь у нас. Лексика по теме «грамматические структуры» и лексика по теме «виды спорта». Транскрипция выступает в качестве вспомогательного средства лексических и грамматических навыков. И теперь мы переходим к формированию навыков чтения по правилам. Справа вы видите у нас пример странички из книги для учителя с подробными рекомендациями, где говорится о том, что научить читать по правилам мы ставим следующие задачи. То есть мы учим читать согласные, имеющие устойчивые, однозначные графемно-фонемные связи. Затем сочетание согласных, не образующих новый звук. Согласные, имеющие разное звучание в зависимости от позиции в слове. И некоторые сочетания согласных, образующих новый звук. Обращу ваше внимание на то, что задача читать по правилам чтения гласные букв на первом году обучения не ставится. Обучение чтения гласных букв – это задача второго года обучения, то есть это задача третьего класса. Итак, согласные, имеющие устойчивые, однозначные, однозначные графемно-фонемные связи. На уроке 2, вы видите, начинается обучение чтению по буквам, которые чаще всего в любом окружении читаются одинаково. На этом уроке это согласные буквы, видите, М, Н, Л. На пятом уроке это буквы П, Т. Эти буквы похожи на транскрипционные знаки, поэтому учащимся рекомендуется, увидев эти буквы в слове, смело читать их как соответствующие транскрипционные знаки. Если они не могут прочитать слова по правилам, а не всегда одна буква передается одним звуком, то мы рекомендуем обратиться к подсказке, к таблице буквы и звуки, в которой есть подсказка в виде транскрипции и схожих по звучанию их звуков. Пример упражнения на согласные, имеющие однозначные графемно-фонемные связи. Это у нас уже пятый урок, книга для рабочей тетрадь и рубрика «Учитесь читать». В компьютере произошел сбой, он стал пропускать буквы. Впишите в слова подходящие буквы из рамочки и прочитайте эти слова, что они значат. Пример такого упражнения вы видите справа в электронном приложении. И как правильно выполнять упражнения под рубрикой «Учитесь читать» то есть как надо выполнять эти упражнения. Сначала прочитать подписи картинкам с помощью транскрипционных знаков, внимательно рассмотреть каждое слово, написанное в транскрипции буквами, определить, какой буквы соответствующей транскрипционному знаку в слове «Нет», найти эту букву в рамке к упражнению, вписать слово, затем прочитать получившееся слово по транскрипции и по буквам и проверить, соответствует буква в рамку. Вот пример упражнений из электронного приложения. Вверху учащиеся подбирают к букве соответствующий транскрипционный знак, то есть вот этих человечков со знаками, они вешают, подводят к определенному соответствующему облачку с названием буквы. Далее читают, какие птицы спрятались за кустами, вставляют пропущенные транскрипционные знаки, вписывают подходящие, соответствующие транскрипционным знаком буквы сверху. И внизу это вот уже окончание упражнения, птицы, которых надо было найти, вот они уже появляются. Учащиеся еще раз их читают, нажимают на озвучку и проверяют, правильно ли они прочитали эти слова. Далее у нас согласные, сочетание согласных, имеющие разное звучание в зависимости от позиции в слове. Вот вы видите, это урок у нас 8, 11, 13. Ну, такие, например, буквы, как буква С читается с З, ну и так далее. Пример упражнения из электронного приложения. Как буквы читаются в словах? Подберите и поставьте рядом с каждой буквой соответствующий транскрипционный знак. Сочетание согласных, образующие новый звук. Это на 8 уроке. Вы здесь видите так называемые согласные диграфы. Под рубрикой упражнения учитесь читать упражнения из рабочей тетради. Транскрипционные знаки многих согласных звуков похожи по написанию на соответствующие буквы. Подберите подходящие буквы и впишите их слова. В данном случае вот у нас слово КИМ вписывают две буквы, которые соответствуют транскрипционному знаку У. Справа вы видите упражнения из электронного приложения. Вставляют пропущенные буквы в словах, затем нажимают на озвучку и читают эти слова и проверяют, и они их прочитали. Здесь, на следующем этом слайде, вы видите сводную таблицу звуки, знаки, буквы. В каких уроках появляются какие звуки и соответствующие транскрипционные знаки и соответствующие им буквы. То есть, мы проходим знак, звук и одновременно прописываем соответствующую букву. Вот вы видите первый и второй уроки, третий и четвертый – это парни, пятый урок, шестой и седьмой – это тоже парни, восьмой, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый, пятнадцатый. Как мы с вами и говорили, уроки по формированию навыков чтения произносительных навыков, навыков чтения по транскрипции произносительных навыков – это уроки у нас с первого по шестнадцатый. Формирование навыков чтения по правилам чтения окончаний существительных во множественном числе. Учащимся предъявляется вербально-схематически представленное грамматическое правило образования множественного числа существительных. Существительные во множественном числе даны в столбике, как вы видите, на розовой плашечке – это плашка взята из учебника. Существительные во множественном числе даны в три столбика написаны. Учащиеся осознают, как окончание читается после разных букв. Они опираются на транскрипцию и подсказки в виде подчеркнутых, выделенных здесь букв, стоящих непосредственно перед окончанием «с» или «и-эс». Пытаются самостоятельно сделать вывод о том, как же читаются окончания существительных во множественном числе. Самостоятельное формулирование правила направлено на развитие способности к выявлению языковых закономерностей, являющейся одной из необходимых для успешного владения иностранным языком. После того, как ученики самостоятельно вывели правило, они сравнивают его с правилом в учебнике на странице 106-107. Автоматизация и совершенствование навыков чтения вслух по правилам происходит при формировании других грамматических навыков. Это, например, оборот зарезара, урок 23. На этом слайде вы видите упражнение из рабочей тетради. Тоже учащиеся находят и обводят названия животных, а затем распределяют по платформам в соответствии с правилами чтения окончания во множественном числе. Если какие-то затруднения происходят, то мы рекомендуем обратиться к грамматическому справочнику, который находится в конце учебника. И еще разочек прочитать правила. Упражнение. Это формирование навыков чтения по правилам чтения окончания глаголов в present simple в третьем лице единственного числа. Происходит одновременно с формированием грамматических навыков, то есть распознавания и употребления в речи глаголов present simple в третьем лице единственного числа. Учащиеся выполняют упражнения 1 и 1 со скобочкой, вы видите слева на странице 84. Первый раз они читают с опорой на транскрипцию предложения, которые характеризуют известных им персонажей так, как они даны в учебнике. Но для того, чтобы ответить на вопрос, кто из персонажей что делает, то есть решить речемыслительную задачу, они читают предложение второй раз уже в формате matching, то есть находят соответствие. При выполнении упражнения при чтении учитель обращает внимание учащихся на то, как читаются окончания в третьем лице единственного числа и задает вопрос, почему же в одном случае читается как с, в другом с, в третьем из. Глаголы здесь не случайно расположены по столбикам, вы видите справа справа глаголы на розовой плашке. Эта плашечка служит, вместе с транскрипцией служит опорой для формулирования правила. Опять мы просим учеников самостоятельно сформулировать правила. Это направлено на развитие способности к выявлению языковых закономерностей. После того, как ученики самостоятельно выводят правила, они сравнивают его с правилом в учебнике. Автоматизация навыков происходит в упражнении в рабочей тетради и на последующих уроках при формировании лексических и грамматических навыков. Итак, мы продолжаем. Это у нас еще слайд упражнений из рабочей тетради. Обращу ваше внимание на то, что вот справа слово takes выделено жирным. Такие слова учащиеся должны найти в словаре. Это тоже является нашей задачей. То есть научить учащихся искать слова в словаре, работать с англоязычным словарем. И если возникнут у них какие-то трудности с выполнением упражнения, то есть они должны послушать и распределить глаголы из рамочки по трем домикам. В зависимости от звучания их окончания они могут также обратиться к грамматическому справочнику и прочитать правила. Подробности даны в книге для учителя. Теперь мы переходим к развитию техники чтения. К концу года ученики должны научиться читать слух предложения по различным инвестиционным моделям. То есть это утвердительное, вопросительное предложение, общие вопросы, отрицательное и восклицательное. Овладеть интонацией простого предложения, содержащего однородные члены. Здесь, конечно, нам приходит в помощь фонограмма. И преимущество это в том, что учащийся видит речевые единицы, слышит их и произносит. Режимы чтения под фонограмму подробно расписаны в книге для учителя. То есть вначале учащийся читает вслед за диктором, сектагму фразу, потом читает, сверяет с чтением диктора, читает почти одновременно с диктором, немного отставая, затем читает в нормальном темпе одновременно с диктором и читает самостоятельно уже и сверяет за. Что касается чтения про себя, это, конечно, не основная задача. Основная задача у нас на первом году обучения это чтение вслух. Здесь мы ставим следующие задачи. Это развитие умения читать с полным пониманием, прочитанным на уровне значений и развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. Учащиеся должны научиться догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, по аналогии с родным языком, по контексту, пользоваться словарем, используя алфа-скрипт. На уроке 17 у нас происходит формирование навыков пользоваться англо-русским словарем с применением знаний алфавита. Весь урок посвящен изучению алфавита. Приводятся различные упражнения на странице книги для учащегося в рабочей тетради и также дополнительные варианты упражнений, расписанные в книге для учителя, то есть в рекомендациях. Как научиться правильно пользоваться англо-русским словарем подскажет памятка номер 10. Справа вы видите страничку из рабочей тетради, где учащиеся зачеркивают буквы русского алфавита, которые Буратино по ошибке вписал в английский алфавит и далее помогают Буратино вписать в алфавит пропущенные буквы. То есть вы видите, здесь у нас идет работа над алфавитом. На этом слайде вы видите страничку из прописи, где также происходит формирование навыков пользоваться англо-русским словарем с применением знания алфавита. Здесь учащиеся обводят буквы и читают слова на каждую букву алфавита, а затем сами ищут слова на каждую букву на страницах учебника, прописи или рабочей тетради и вписывают в определенные квадратики. Итак, переходим к контролю. Образовательный процесс должен способствовать развитию у учащихся самоконтроля и самооценки. Здесь мы видим, вот справа, пособие для подготовки к итоговой аттестации по окончании начальной школы. Это пособие включает контрольно-измерительные материалы в тестовых форматах для оценки сформированности языковых навыков и речевых умений младших школьников. Пособие содержит промежуточные контрольные задания, итоговые контрольные задания, файл на тест, также есть аудиокурс и методические рекомендации, ключи и критерии оценки устных и писемных высказаний. Все это содержится в книге для учителя. Объектными контролями в разделе чтения являются, как вы видите здесь, это навыки чтения по транскрипции, по правилам, то есть окончание существительных во множественном числе, вот вы видите здесь слева, окончание глаголов в третьем лице единственного числа, у нас тут справа представлено уже второе полугодие. Умение догадываться о значении лексических единиц по аналогии с разным языком, вот в упражнении 2, циферка 2 со скобкой. Объектными контролями в разделе чтения также являются, вот вы видите, первое полугодие умение читать с полным пониманием прочитанного, первое полугодие контроль развития умения читать с полным пониманием, это слева на страничке представлено, и справа это уже второе полугодие. Также лексические и грамматические навыки чтения. Объектами контроля в итоговой контрольной работе являются навыки чтения по транскрипции, по правилам чтения, умение читать с полным пониманием прочитанного и с целью извлечения конкретной информации, то есть и чтение вслух, и чтение при себя. Я благодарю вас за внимание, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Как мне подсказывают, вопросов нет. Поэтому спасибо за внимание. Ждем вас на следующих наших вебинарах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok